Совсем недавно я попыталась разобраться, насколько безопасно голосование сразу же после пандемии. И вот что я выяснила. Во-первых, голосовать можно разными способами. Они могут приходить на избирательные участки, они могут проголосовать у себя дома. Досрочное голосование. У нас работает прекрасная наша гордость, механизм мобильный избиратель, дистанционное электронное голосование, Москва и Нижегородская область. Вы можете даже не ходить на участок. И второе, мы не единственные, кто голосует во время глобальной пандемии коронавируса. Прежде всего мне пришлось надеть маску, затем проверить температуру тела, протереть руки санитайзером и надеть перчатки. Предыдущие выборы в Париже и во Франции прошли, в общем-то, неплохо. В целом, мы чувствовали себя в безопасности. Третье, это самое главное. Я проверила, какие меры безопасности будут предприняты. Во-первых, готовится сам избирательный участок. Это режим дезинфекции. Все протирается, моется, чистится с определенной регулярностью. Есть специальное устройство для обеззараживания воздуха. За этим всем постоянно ведется контроль. Вы подходите, да. У вас нет маски, у вас нет перчатки. Встали на дезинфицирующий коврик. Здесь у нас волонтер или кто-то, кто помирит вам температуру. Если все в порядке, пожалуйста, если у вас вы без перчаток, вы можете санитайзером продезинфицировать руки. Это индивидуальный набор. Ручка индивидуальная, маска и перчатки. Все члены избирательной комиссии, все наблюдатели целый день работают, весь период работают и в маске, и в перчатках. Это очень важно. Кабинки избирательные, они развернуты к стене, но они тоже без дверцы. То есть ему не придется руками прикасаться ни к одному предмету. У нас ни в коем случае не пересекаются те, кто приходит, и те, кто уходит. Обязательная поточность. Человек в одну дверь входит в избирательный участок и, не возвращаясь назад, дальше выходит. Ну что я могу сказать? Моя проверка показала, что все действительно подготовлено с учетом нашей с вами безопасности. Но это была теория. Сегодня я хочу узнать на практике, так ли все хорошо, как мне рассказывали. Так, ну что, избирательный участок, обычный избирательный участок в школе. Так, встречает нас дезинфицирующий коврик. Так, постоим здесь немножко. Дальше. Стрелочка нас ведет сюда. Представим, что я тот избиратель, у которого нет ни перчаток, ни маски. Здравствуйте. Здравствуйте, можешь, пожалуйста, помнить? Конечно. Все в норме? Все в норме. Так, я беру, надеваю масочку. Перчатки. Также здесь есть дезинфицирующие салфетки, если кому-то нужны. Значит, здесь сидят два члена избирательной комиссии. Можно мне к вам? Можно? Ага. Сразу прошу обратить внимание, что члены избирательной комиссии сидят в маске, в халате, в перчатках. Здравствуйте. Приготовьте паспорт. Есть такой. Члены избирательной комиссии ищут меня в списке. Я показываю паспорт, лотерейка и лотерея. Ага, все, спасибо. И дальше куда проходить? Будьте любезны, пройдите в кабинку и поставьте там галочку или крестик. Так, заходим в кабинку. А вы давайте не подглядывайте. Свой выбор я сделала, дальше иду к корзине. Так, и кидаю. Ну, поскольку я прикреплена к другому участку, я свой выбор сделаю в другом месте. Вы наблюдатель? Здравствуйте. Как вас зовут? Василий. Василий, скажите, как тут у нас дела? Все ли меры безопасности применяются? Процедура осуществляется без каких-либо нарушений, все в порядке. Нарушение? В соответствии с установленными потребностями. Все в масочках, в перчатках, да? Как видите, разумеется. Все меры, которые сразу же соблюдаются. Все хорошо. Вообще жалобы от избирателей были какие-то? Никаких не в порядке. Никаких нет. Ну, все, хорошо, Василий. Хорошего вам дня. И прошу заметить, что зашли мы в одну дверь, проголосовали и выходим по стрелочке в другую дверь. Ну что ж, один участок не показатель. Проверю еще несколько, но спрашивать буду уже у самих избирателей. А на этом избирательном участке, как мы видим, отдельно огороженный вход. Давайте узнаем, что у них внутри. Здравствуйте. Проверять будете меня? Проверяю. Прежде чем опросить избирателей, я решила проверить, все ли хорошо на этом избирательном участке. Пожалуйста, будь там разом. Пожалуйста. Третье счастье. Угу. А это что? И возьмите, пожалуйста, маску, перчатки, оденьте. И одноразовую ручку. Ну, знаете, на этом участке одноразовые ручки есть, а на том не было. Здрасте. Так, ну что, еще один избирательный участок. Я вижу, что все члены избирательной комиссии в масках, в перчатках. Сейчас как раз голосует у нас один человек. Не будем мешать. Видим, что он тоже в масках, в перчатках. Расстояние, мы видим, полтора метра соблюдены. Отдельно кабинки. Слушайте, ну, в принципе, здравствуйте. Все очень хорошо. Так, наблюдатели вы? Да. Как здесь все проходит? Все хорошо. Хорошо? Все меры безопасности принимают? Да. Да, все в масках, в перчатках. Дезинфекцию в помещении делают? Да. Как часто? Приблизительно раз в два часа. Спасибо огромное. Ну что, мы видим, на этом избирательном участке все в порядке, все чистенько и даже больше, потому что здесь выдают одноразовые ручки. Спасибо. Ну, а сейчас хочется узнать мнение самих избирателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Лена Летучая зовут. Поболтаете со мной? Конечно. Можно вам пару вопросов задам про голосование? Вы сейчас проголосовали? Да. А как там все меры безопасности? Соблюдены. Соблюдены? Масочки, перчатки? Да, да, да. Вы чувствовали себя в безопасности? Абсолютно. Не боялись заразиться? Нет. Все, спасибо огромное. Это все. Хорошего дня. Ну, а мы поехали дальше. Вы голосовали сейчас? Да. А как там меры безопасности? Я смотрю, масочка у вас в руках. Да все в порядке, все хорошо. Выдали маски, перчатки. Выдали там, да? Да. А все остальные были в масках, перчатках? Да. То есть вы чувствовали себя в безопасности? Конечно. А чего вообще пошли голосовать? Проявить свою гражданскую позицию. А в период пандемии было не страшно? Ну, страшно, но куда же деваться? Куда же деваться? Ну, ладно, спасибо, не буду вас задерживать. Лешка, здравствуйте. Ой, Лена летучая, здравствуйте. Здравствуйте, можно я парочку вопросов вам задам? Пожалуйста. Вы голосовали? Да, голосовала. Скажите, а как там внутри? Меры безопасности все соблюдены? Да, все нормально. Ничего не заметили, чтобы кто-то без перчаток был или без маски? Нет. Нормально все. А не страшно было голосовать? В смысле? Ну, заразиться вы не боялись? Нет. Нет, маска, перчатки, все есть. Все, все есть. Ну, хорошо, спасибо. Лена, можно за нее селфи, пожалуйста? Ну, давайте. Спасибо. Вы что так переживаете, не переживаете? Я не кусаюсь. Я сюда, посмотрите. Давайте я. Ну что ж, друзья, вы сами все видели. Меры безопасности везде соблюдены. Но если на каком-то избирательном участке вы увидите, что чего-то не хватает, помните, вы вправе это потребовать. Только такое ответственное отношение может дать нужный результат. Голосуйте на здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова